Доброе утро и сегодня в выпуске. Доброе утро и сегодня в выпуске. Начнем выпуск с паводковой ситуации. Высокий риск наводнения из-за большого количества снега прогнозируют спасатели в городе Адбасар Акмолинской области. Ситуацию усугубляет замерзшая земля и лед на ней. Сейчас спасатели делают все, что возможно, чтобы предотвратить паводки. Насколько Адбасар готов к весеннему половодию, выясняла Сабина Рахимбай. Главная угроза для Адбасара – река Жабай. Начиная с Зерендинского района, все талые воды в степи стекают именно сюда. Из-за обильных снегопадов она переполняется и выходит за свои пределы. Именно так случилось в 2017 году. Тогда наводнение было настолько сильным, что более 400 домов, расположенных вдоль реки, оказались под водой. 50 лет живу здесь, никогда вот такого не было. Вот с 70-го года я живу здесь. Такие сугробы были раньше. Речка была нормальная. Засыпали речку. Просто почистить русло реки надо. Все. Раньше выстояли с ним снаряды. Чистили. Не было ничего. По словам специалистов, все силы сейчас брошены на очистку реки. К примеру, осенью прошлого года они очистили ее в пределах города от сорняков и мусора. А для углубления водоема требуется порядка 24 миллиардов тенге. В 2015-м этот вал был хоспособом сделан, земляной вал. Уже прошло порядка 6-7 лет. Уже имеет она, конечно, дефекты, трещины. Если дно углубительной работы по реке Жабай производиться не будет, то мы, конечно, вал этот следующий год можете не выдержать. Надо реку Жабай чистить. Сейчас коммунальные службы вывозят снег, очищают канавы и водопропускные трубы. А на самой реке Жабай начались ледокольные взрывные работы. Внимание, внимание. Завершена закладка взрывных веществ. Минутная готовность. По гидрологическим сведениям, среднем многолетние значения у нас превышают в этом году на 16%. Это уже даже сравнивая с 2017 годом. В этом году у нас прогнозные данные схожи с 2017 годом. Поэтому мы готовимся к наихудшему варианту. Глубина промерзания земли у нас порядка от 160 сантиметров до 170 сантиметров. После наводнения 2017 года 500 пострадавших от басарских семей переселились в новые дома. Теперь на опасной территории остаются еще 67 домов. По району 15 сел, а именно более 400 домов в этом году могут оказаться под угрозой паводка. Сабин Рихимбай, Дамир Берекула, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24. И в продолжении темы о погоде. В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В Жамбулской области прогнозируют обильные осадки в виде дождя и снега. В Карагандинской возможен гололед и туман. Тумана будет также на севере Казахстана и в некоторых южных областях. Сегодня 31 марта. В столице без осадков, но весна еще не наступила. Днем температура воздуха прогреется до минус трех. Завтра в казахстанских школах начинается последняя четвертая четверть. Занятия будут проходить преимущественно в комбинированном формате. Но все зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Что касается областей и городов, находящихся в красной зоне, то там дистанционка сохранится. В уже привычном онлайн-режиме с апреля начнут учиться и столичные школьники, за исключением выпускных классов. Тему продолжит Анна Шолгина. С апреля обучение в школах столицы будет дистанционным. Исключение сделали лишь для выпускных классов. Это девятые и одиннадцатые. Для них разрешается комбинированный формат. То есть изучение 70% предметов в штатном режиме. Остальные онлайн. А в классе не должно быть более 15 человек. Все учащиеся с первой по восьмой и десятой классов будут обучаться в дистанционном формате. Запрещено проведение индивидуальных дополнительных занятий во внеурочное время в общеобразовательных учреждениях. Но вместе с тем такие индивидуальные занятия в группах до 15 человек для участия со школы будут осуществляться в дистанционном формате. Школьники Туркестанской области также перейдут на смешанную систему обучения. Половина занятий у них теперь будет проводиться в традиционном формате, а часть – дистанционно. Но это только в крупных учебных заведениях. В школах численностью менее 300 человек. Четвертую четверть учащиеся проведут за партами. Ранее 123 тысячи школьников региона учились в традиционном формате и 286 тысяч в режиме онлайн. На 70-80% предметов, являющихся основными, дети будут ходить в школу. Остальные уроки – это музыка, труд, основы права, графика, а также предпринимательство и бизнеса – будут проводиться онлайн. По такой схеме будут обучаться и в Кустанайской области. Традиционный формат обучения ждет школы, где не больше 300 учащихся. В остальных обучение с 1 по 11 классы будет комбинированным. Отмечу, с начала марта регион находится в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусом. Все организации образования всеми необходимыми санитарными средствами обеспечены в полном объеме. При снижении объемов имеют возможность приобрести. То есть этот вопрос находится на постоянном контроле. Родителям нет необходимости закупать кварцевые лампы на класс, на школу, санитайзеры в класс и другие необходимые средства. Для класса, для школы ничего приобретать не нужно. Высока вероятность, отмечают специалисты, что в таком формате казахстанские школьники будут учиться до конца учебного года. Анна Шолгина, Арман Ахшабаев, Хабар, 24. Отток кадров и изношенность оборудования могут привести к перебоям в работе цепловых и гидроэлектростанций. Об этом говорят в Казахстанском профсоюзе энергетиков. За прошлый год в отрасли уже произошло свыше 4000 нарушений. Индера, скажи, а с чем связан отток кадров? Гульнары в отраслевом профсоюзе говорят о низких доходах. По их сведениям, заработная плата энергетиков не меняется в Казахстане уже 20 лет. Казахстан ожидает острая нехватка кадров в сфере энергетики и, как следствие, серьезные проблемы в одной из стратегических отраслей. Такие неутешительные прогнозы дает председатель Казахстанского профсоюза энергетиков Уразбек Бигбас. Он отметил, что по уровню зарплаты и престижности профессия сейчас на последнем месте среди всех производств. Из отрасли за последние 4 года ушли свыше 3000 специалистов. Ежегодно снижается и число абитуриентов, выбирающих эту специальность. На электростанциях страны работают специалисты, достигшие предельного пенсионного возраста. Вместе с изношенностью электроэнергоактивов это может привести к серьезным сбоям, отмечает Уразбек Бигбас. В профсоюзе предлагают одномоментно повысить зарплату энергетиков до среднего уровня в регионах. Но, судя по всему, произойдет это за счет подорожания электроэнергии в стране. Напомню, с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанции увеличат в среднем на 15%. Казахстан не будет продлевать запрет на импорт дизельного топлива. Срок действия ограничений истекает 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго. Напомню, временный запрет продлевали несколько раз в течение прошлого года. Ведомстве объясняли это необходимостью обеспечить комфортный баланс на рынке. Во время ЧП в стране снизилось потребление ГСМ. Были опасения, что дополнительные объемы импорта могут привести к переполненности хранилищ. В таком случае казахстанским НПЗ пришлось бы снизить переработку. В прошлом году в стране произвели 4 млн 640 тыс. тонн дизельного топлива. Импортировано 580 тыс. тонн. В этом году объемы производства планируют увеличить и довести почти до 5 млн тонн. Что касается импорта бензина, в Минэнерго сообщили, что в этом году планируются поставки топлива 98 марки из России. И к зарубежным новостям. Hyundai временно приостановит работу завода в Южной Корее. Причина в нехватке электронных микросхем. В апреле предприятие не будет работать почти неделю. На заводе в Ульсане Hyundai производит спортивный внедорожник и свой первый электромобиль. Корейские СМИ сообщают, что в течение месяца ожидается сокращение производства этих двух моделей в среднем на 12,5 тысяч машин. Отмечу, с глобальным дефицитом чипов мировой автопром столкнулся еще в прошлом году. О возникших сложностях сообщали крупнейшие концерны, такие как Volkswagen, Honda и Toyota. Заводы закрываются во многих странах, компании терпят многомиллиардные убытки. Особенно это ударило по экономике Японии, где промышленное производство снизилось более чем на 2%. Нехватку микросхем связывают с пандемией коронавируса и резким ростом спроса на компьютерную технику. Еще одна причина – торговые противостояния США и Китая. Международное рейтинговое агентство Moody's оштрафовали почти на 4 миллиона евро за нарушение правил в области урегулирования конфликта интересов. Уведомления от европейского агентства по ценным бумагам и рынкам получили пять организаций Moody's Group. Они расположены во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. На самую крупную сумму оштрафовали британское подразделение. В заявлении регулятор сообщил, что рейтинговое агентство не сообщало своевременно о конфликте интересов, а принимаемые меры для урегулирования были недостаточными. Кроме того, Moody's нарушала запрет на присвоение рейтинга компаниям, в которых доля акционеров самого агентства превышала 10% или они имели позиции в Совете директоров. Добавлю Moody's, одной из трех крупнейших кредитных рейтинговых агентств мира, пару лет назад за аналогичное нарушение регулятор оштрафовал и агентство Fitch. Тогда сумма штрафа превышала 5 миллионов евро. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 424 тенге 34 тына, евро 498 тенге 13 тынов и российский рубль 5 тенге 59 тынов. Третья волна коронавируса ударила по французским больницам сильнее, чем осенний всплеск заболеваемости. Сейчас в реанимационных отделениях в этой стране находится больше 5000 пациентов, больных ковидом. Это больше, чем существующее количество коек в отделениях интенсивной терапии. Критическая ситуация наблюдается в Парижском регионе. Там власти обещают развернуть дополнительно почти 2000 мест, но на это потребуется время. А между тем прирост тяжелых больных только за последнюю неделю составил 10%. Парижские госпитали переполнены и перепрограммируют плановые операции, высвобождая места для пациентов с коронавирусом. Врачи и реаниматологи выпустили обращение к соотечественникам, в котором предупреждают, что с таким ростом заболеваемости уже через две недели встанет вопрос, кого спасать в первую очередь, так как мест в реанимациях на всех больных не хватит. Авторы обращения просят властей ужесточить санитарные ограничения. Напомню, сейчас на третьей территории Франции действует режим так называемого «мягкого локдауна». Сегодня вечером ожидается специальное обращение президента Макрона. Если вести строгий локдаун с 1 апреля, то через три недели у нас будет больше трех тысяч человек в реанимациях. Если вести еще позже, то будет четыре тысячи. А знаю, что рядом есть травматологическое отделение, куда постоянно поступают люди, например, с онкологией. Боюсь, что скоро перед нами может встать выбор, кого из двух поступивших пациентов придется оперировать – больного коронавирусом или раком. Французский профсоюз учителей Стайлас Руч на фоне новой вспышки коронавируса пожаловался в суд на министра образования. Общественное объединение обвиняет чиновников в том, что, цитата, «он не защищает сотрудников, контактирующих с детьми, которые, по их мнению, распространяют коронавирус». Жалобу подписали 55 человек. Отмечу, несмотря на значительный рост количества инфицированных, во Франции школы работают в обычном режиме. Власти Испании тем временем ужесточили масочный режим. Жителей обязали носить средства защиты на улицах, пляжах и бассейнах даже при соблюдении дистанции в полтора метра. Новый закон действует бессрочно, и он и обязателен для всех лиц старше шести лет. При этом отношением масок освобождаются люди с респираторными заболеваниями и по состоянию здоровья, или же по индивидуальных занятиям спортом на воздухе. Напомню, ранее в Испании ввели комендантский час, а также запретили собираться в группы больше четырех человек. Я думаю, что введенные в Испании ограничения лучше, чем в Германии. Здесь все носят маски, у всех есть дезинфицирующие средства. Это нормально, это хорошо. Мексиканские наркобароны занялись подделкой вакцин. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения. Подделка имитирует американский Pfizer и российский спутник V. Стеклянные флаконы и этикетка несколько отличаются от оригинальных, а номер партии и срок годности не существуют в реальности. А вот что находится во флаконе, предстоит выяснить специалистам. Организация отправила псевдопрепарат в лабораторию, но поддельные вакцины уже добрались до потребителя. Ими привили более тысячи сотрудников промышленных предприятий и гостиниц в одном из мексиканских штатов. Полиция сейчас проводит расследования. Последствия после таких прививок пока неизвестны. Отмечу, Мексика еще до пандемии была одним из центров мировой черной фармакологии. В 2018 году страна заняла шестое место в мире по продаже поддельных лекарств. Рестораны в Праге решили свою судьбу осенью. Большая часть некогда популярных среди чехов заведений повесит замок на двери. С таким заявлением выступили представители кооперативов ресторанного бизнеса. Пока же у коммерсантов есть время до сентября расплатиться по долгам и распродать имущество. Как рестораторы смирились с судьбой банкротов и чем планируют заниматься в будущем, материал нашего корреспондента Александра Гресса. Еще в 2018 году ресторан «Марты» называли одним из самых популярных заведений Старой Праги. Здесь светская строгость интерьера сочеталась с самобытностью предлагаемых блюд и напитков. Однако приход пандемии сначала лишил заведения части персонала. Итальянские повара были вынуждены покинуть границы Чехии, а после и вовсе поставил крест на перспективах. Так называемая работа на вынос не покрывала и части вложений. Рента за помещение, зарплаты сотрудникам и покупка продуктов ежемесячно съедали 100% бюджета. Вначале казалось, что это временные трудности, но прошла весна, прошло лето, а мы оставались на месте. За полгода я вложила в заведение около 70 тысяч долларов. Для нашей отрасли сумма небольшая. Заработало же за это время несколько тысяч. И все деньги сразу уходили на аренду и выплату зарплат. Это даже работу не в минус. Это было откровенное самоуничтожение. По мнению аналитиков, признаваться как минимум себе в крахе бизнеса нужно было намного раньше. К примеру, коммерсантам, закрывшим свои заведения в начале пандемии, было не так больно, нежели с сегодняшним банкротом. Ведь еще в июне было понятно, что заморозка туризма рано или поздно опустошит центр Праги. Обещанные властями преференции и сегодня могут поддерживать бизнес на плаву, но никак не вытащат его из ямы. Осень – это еще позитивный прогноз. Я думаю, первая волна закрытия ресторанов начнется уже летом. Пока еще бизнесмены надеются на чудо, что 1 июня сотни тысяч туристов заполонят Прагу. Действительность пока этого не обещает. Ну и разумеется, самый критический момент наступит, когда закончится поддержка государства. Она и сейчас не спасает. Но это будет уже как сигнал. Мол, даже этой малости не ждите. Выплывайте сами. Большинство рестораторов считает, что спасти отрасль могла бы отмена ренты помещений. Основную часть вложений на себя требует именно она. В управлении городского округа Праги сообщили, что на первые 6 месяцев 2021 года мэрия прощает коммерсантам до половины арендной платы. Однако скидка распространяется лишь на отдельную категорию арендаторов. Для всех остальных работает государственная компенсация затрат. 8% от обычного оборота компании и 10% от продажи через окно. Владельцы заведений все эти бонусы называют каплей в океане и отложенным на время разорением. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невит, Хабар-24, Чехия. Отменить запрет на выдачу некоторых рабочих виз для иностранных специалистов планирует администрация Белого дома. В частности, речь идет о визе формы H1B. Данная программа позволяет американским работодателям на временной основе нанимать иностранных работников. Это решение поддержали технологические компании, поскольку они, как никто другой, заинтересованы в найме зарубежных специалистов. Но критики такого подхода не одобряют, а спасаясь, что компании начнут злоупотреблять программой и будут увольнять американцев. Отмечу, действие запрета стекает сегодня. Между тем, миграционный кризис в США набирает небывалые масштабы. С тех пор, как администрация Джо Байдена отменила отдельные правила Дональда Трампа, на границе США и Мексики увеличился наплыв переселенцев. Среди беженцев большое число несовершеннолетних. Для них администрация Белого дома выделила специальные центры. Временные лагеря разместили на военной базе в Техасе. По словам сотрудников таможенной службы, в день границу пытаются пересечь почти 5000 человек. Участились и случаи нелегального пересечения государственных рубежей. Международные доноры пообещали выделить Сирии почти 6,5 миллиардов долларов гуманитарной помощи. Об этом в Брюсселе на пятой международной донорской конференции по Сирии заявил еврокомиссар по управлению кризисами Янис Ленарчич. Средства будут направлены наиболее уязвимым сообществом на территории Сирии, а также на поддержку беженцев Турции, Ливании и Иордании. Всего почти 24 миллиона человек в этой Арабской Республике и странах региона нуждаются в помощи. Это на 4 миллиона больше, чем в прошлом году. В донорской конференции, которая проходила в режиме онлайн, участвовали свыше 75 делегаций, представляющих 50 стран. Общая сумма в Ливании международных доноров составляет 5,3 миллиарда евро. Из них в виде грантов в 2021 году будет выделено 3,6 миллиарда евро, в 2022 году и далее 1,7 миллиарда евро. Помимо этого, международные финансовые институты и доноры объявили о льготных кредитах в размере 5,9 миллиардов евро. В Мозамбике около 800 человек числятся пропавшими без вести после вооруженного нападения боевиков Тегил на город Пальма, на северо-востоке страны. В результате атаки, начавшейся на прошлой неделе, тысячи мирных жителей были вынуждены бежать из города и укрываться в лесах. В Министерстве обороны подтвердили, что десятки человек погибли, а их точное число назвать невозможно, поскольку город оказался под контролем боевиков. Сейчас между строк и вот, что вы увидите дальше. В Министерстве обороны Китай оказался в самом враждебном внешнем окружении за несколько десятилетий. Как эту проблему поможет решить новый пятилетний план страны? На эту тему на страницах Project Syndicate размышляет Джордж Магнус, научный сотрудник Китайского центра Оксфордского университета. Автор анализирует основные положения недавно принятого плана развития КНР и приходит к выводу. Акцент в нем сделан на связи между экономикой и национальной безопасностью. Новый план призван гарантировать движение Китая к его грандиозной долгосрочной цели. К 2035 году стать модернизированной социалистической страной с доходом на душу населения не ниже, чем в государствах ОСР, говорится в статье. При слове «пятилетка» в голове возникают мысли о целевых показателях производства и квотах на уголь, сталь и зерно. Автор подтверждает, что в документ все-таки включены целевые показатели, например, производство зерна. Но это лишь часть обширной стратегии, которая отражает акцент на связи между экономикой и национальной безопасностью. С точки зрения председателя КНР Си Цзинпина, национальная безопасность требует не только внутренней социальной стабильности и модернизированной армии, которую Китай создаст в течение следующего десятилетия. Она требует действий еще и в таких сферах, как продовольственные и природные ресурсы, коммерция, производственные цепочки и технологии. Проблема Китая в том, что хотя он является ведущим мировым производителем товаров, он слаб в фундаментальных сферах, таких как базовые компоненты, материалы и передовые технологии, пишет издание. Из-за этого стране понадобится еще как минимум 30 лет, чтобы достичь статуса промышленной великой державы, констатирует Джордж Магнус. Лондону придется привыкнуть к жизни средней державы, заявляют в статье для Foreign Affairs Джереми Шапира и Ник Уитни, эксперты по международным отношениям из ЕС. Авторы рекомендуют Борису Джонсону, который увлекся отношениями Лондона и Вашингтона, не во всем следовать политике США. В полночь 31 декабря 2020 года Великобритания завершила выход из Европейского Союза и начала свободно искать свою судьбу в качестве глобальной Британии. Но в чем состоит эта судьба? Авторы статьи едко отмечают. Премьер-министр Великобритании продал людям Brexit, пообещав новую елизаветинскую эпоху, то есть времена возрождения при королеве Елизавете I, когда британское влияние впервые стало распространяться по всему миру. Такой настрой плохо сочетается с ущербом, который страна понесла во время пандемии. Среди стран Большой Семерки Великобритания подверглась самому сильному экономическому удару, а уровень смертности здесь был одним из самых высоких в Европе. С тех пор правительство предприняло успешные усилия по национальной вакцинации. Тем не менее, государственный долг страны в 2 триллиона фунтов является самым высоким за последние 70 лет, говорится в статье. Следовательно, указывают авторы, если Великобритания смирится с ролью средней державы, она по-прежнему сможет играть центральную роль в международной политике. Вместо того, чтобы придаваться фантазиям о новом мощнейшем англоязычном британском содружестве или об особой роли в Индотихоокеанском регионе, Лондон должен искать источники силы ближе к дому. Здесь, в Европе, он сможет использовать свой новый статус главного внешнего партнера ЕС, чтобы усилить глобальное влияние, добавляют Джереми Шапира и Ник Уитни. Французские монахи экстренно распродают почти 3 тонны сыра. Обычно сыр, произведенный в аббатстве Сито в Бургундии, направляется в рестораны. Из-за пандемии и падения спроса у служителей аббатства скопилось 4000 головок сыра. Его решили продать онлайн, поясняет газета Guardian. «Мы пытались объяснить нашим 75-ти коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не понимали. Наши продажи упали на 50%. От запасов надо избавиться, пока они не пропали», — сказал брат Жан-Клод, отвечающий за маркетинг в монастыре. По его словам, монахи объединились с интернет-стартапом Divine Box, который продает продукты, сделанные аббатствами во Франции и других странах. Минимальный заказ — две головки сыра по 23 евро каждая, плюс доставка. Рестораны во Франции не работают с октября, добавляет британская газета. В США бродячая собака стала звездой социальных сетей и мгновенно нашла себе хозяина. Бездомный пес пять раз пытался украсть плюшевого единорога из магазина Dollar General в Кенненсвилле, штат Северная Каролина. Прибывший по вызову сотрудник службы по контролю за животными, прежде чем забрать дворнягу в приют, все-таки купил ей ту самую игрушку. Трогательный пост об этом появился в Фейсбуке центра и сразу же стал вирусным. В нем в том числе показали, что собака не расстается с единорогом. Пса зовут Сису. Ему исполнился год. В службе по контролю за животными сообщили каналу CNN, что ему нашли хозяев уже на следующий день. Плюшевый единорог отправился в новый дом вместе с псом. В семье в ходе спецоперации у наркозбытчика нашли крупную партию незаконного сырья, цена которого на черном рынке превышает 100 миллионов тенге. В Шумкенте похожая ситуация. Молодой закладчик сбывал синтетические наркотики. Стражи порядка поймали его прямо на месте преступления. А в Североказахстанской области задержали семейство браконьеров, которые посигнули на жизнь краснокнижной косули. Еще больше новостей в хронике происшествий. В Североказахстанской области задержаны браконьеры, застрелившие сибирскую косулю. Их поймали в Есельском районе. Передвигались нарушители на мотоцикле. В ходе его осмотра стражи порядка нашли в коляске тушу животного. Кроме того, было изъято два зарегистрированных охотничьих ружья, патронтаж, лампа фара и удостоверение. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный государству, превысил 140 тысяч тенге. В Алматинской области на озере Балхаш рыбаки застряли на отколовшейся льдине. Как выяснилось, жители Сарканского района переезжали с берега на берег, но не учли погодные условия. Ветер поднялся, лед разошелся, вышла вода. К счастью, рыбакам удалось спастись. Спустя некоторое время лед закрылся, и они проехали. Ради любимого напитка карагандинка пошла на дерзкое преступление. В супермаркете любительница кофе приглядела шесть патчей крепкого классического, но платить не собиралась. Прятав товар под плащ, женщина вышла из магазина. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч тенге. Все ее действия попали в ракурс камер видеонаблюдения. Заявлять в полиции администрация магазина не стала. Но полицейские на основании этого видео в соцсетях начали расследование. В Шимкенте задержаны очередные закладчики синтетических наркотиков. В ходе спецоперации задержали двух местных жителей с поличным. Они оставляли закладки в тайниках. В ходе проверки полицейские изъяли около 90 штук расфасованных наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям. Сейчас реклама, а сразу после расскажем о том, почему жизни более ста жителей Шимкента оказались под угрозой после пересадки органов. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Жизнь больше ста жителей Шимкента, перенесших пересадку органов, оказалась под угрозой. Причина – рощерпера в высоких медицинских кабинетах. Кто-то решил, что не обязательно покупать пациентам жизненно необходимый препарат оригинального производства. Достаточно будет дженерика, то есть его копии. И кажется, что ничего страшного. Но только этот самый дженерик, по словам пациентов и врачей, может вызвать отторжение органов и даже смерть. Кто принимал решение и кто понесет ответственность, разбирался Андрей Деменок. Мы не можем получить гарантированные государством выделенные нам препараты. Уставшие, обиженные, ищущие справедливость, а самое главное – люди, которые хотят жить. Десятки жителей Шимкента уже несколько месяцев собираются у стен городского Акимата. Надеются, чиновники их услышат и выдадут жизненно необходимые препараты. Пациенты, которые пересадили органы, должны пить один препарат всю жизнь одного производителя. Это есть в приказе Министерства здравоохранения. По словам врачей, такая конкретная формулировка не случайна. Замена оригинального препарата на его дженерик, то есть копию, чаще всего не самого лучшего качества, может привести к отражению пересаженных органов, а в дальнейшем и гибели пациента. Да, это может привести к смерти. Дело в том, что после пересадки какого-либо органа назначается препарат, который будет поддерживать организм сынородным, то есть донорским органом. Как правило, речь идет об одном конкретном лекарстве, которое пациент должен пить на протяжении всей жизни. Если препарат заменят, то он может погибнуть. Тем временем в управлении здравоохранения Шимкента заявляют, в их адрес у пациентов претензий быть не должно. Свою часть работы они выполнили. У нас только пациентов, перенесших пересадку, почти больше ста человек. Они должны принимать препарат «Сандимун не орал». В 2020 году мы подготовили соответствующую заявку, но с закупом лекарств занимается Министерство здравоохранения. Значит, оно и несет ответственность. Наша работа – подать заявку. В СК «Формация» Тани являются единым оператором закупа медпрепаратов, признают. Вместо оригинального лекарства действительно был закуплен его дженерик на сумму 57 миллионов тенге. Но соответствующий приказ пришел сверху. Это министерство. Значит, вопрос нужно будет решать. Это министерство. Однако в профильном ведомстве с нападками в свой адрес со стороны подведомственной организации не согласны. Ответ пришлось держать министру. В первую очередь на вопросы, кто и как принимал решение, которое фактически может привести к массовым смертям. У нас данные препараты, они разыгрывались на уровне СК «Формации». И здесь были допущены несколько поставщиков. Поэтому данный вопрос сейчас рассматривается. Мы в курсе. И он находится на особом контроле. Также, по словам Цоя, на сегодня прорабатывается вопрос поставки оригинального лекарства. Правда, точных сроков, когда люди начнут получать препарат, министр назвать не смог. В СК «Формации», к слову, их также не озвучили. И пока в высоких кабинетах разбираются, кто прав, а кто виноват, люди задают куда более простые вопросы. Мы не можем понять, кто в этом виноват, и кто даст ответ, когда нам дадут те препараты, которые нам выписаны были изначально. Андрей Деминокра, Ульга Битов, Жан-Досултангазы, Хабар, 24. Число переселенцев из южных регионов Казахстана в Северный резко сократилось. По мнению специалистов, причина в слабой агитации программы перенаселения. Разъяснительные программы, которые ведут сотрудники центров занятости, охватывают не всех. Поэтому многие жители юга страны не в курсе о преимуществах переезда. Проблему обсудили на встрече в онлайн-формате, в которой участвовали представители партии Нуратан и госслужащие из нескольких регионов страны. По ее итогам было решено, что процесс информирования граждан о программе переселения будет находиться под контролем партийцев. Отмечу, за последние пять лет жить в северной области страны переехали всего 6 тысяч жителей Туркестанской области. При этом часть из них впоследствии вернулась обратно. Информация о правилах переселения, субсидиях, положенных участникам программы и о других льготах доводится до населения не на должном уровне. Слабая работа в этом направлении связана и с тем, что в центрах занятости часто меняются сотрудники и нет определенных людей, которые бы были закреплены по этому делу. Эти и другие проблемные вопросы мы намерены поднять в парламенте. Самый высокий военнослужащий на юге, а может и во всей армии. Так говорят про Осета Абулгабарова, рядового срочной службы воинской части регионального командования ЮГ. Его рост 1,98 м. Солдат проходит службу в артиллерийской батарее горно-егерского подразделения Жамбулской области. Самым высоким военнослужащим встретилась Анастасия Сулейманова. Осета Булгабаров заметен издалека. Самому высокому солдату в части до 2 метров не хватает лишь несколько сантиметров. Поначалу парень был объектом пристального внимания, но со временем к его росту все привыкли. А когда сослуживцам нужна помощь, всегда готов выручить. Такое часто бывает, что сразу зовут, надо что-то достать или что-то починить. Тоже вот интересный момент, потому что некоторые дверные проемы приходят немного опускаться ко мне и нагинать. Об лампочку стучаться, об лампочку головой. Нет, нет. А вот военную форму 56-го размера и обувь для осета было подобрать, конечно, нелегко. Но обмундирование солдату все же нашли. Многие удивляются, когда спрашивают, какой у тебя размер, говорю, 47-й. Хотя это, в принципе, нормально абсолютно, 4-й рост. И когда мои берцы находятся в ряд с другими, то я сразу их нахожу. То есть в этом есть свои плюсы и удобства. За полгода службы осет Абулгопаров хорошо освоился в армейской среде. Привык и к своей солдатской кровати. Тут кровати как раз моего роста, то есть длину 2 метра, а я сам 198. Ну вот, ложись. И, в принципе, как раз ровно, не так комфортно, как дома, но, в принципе, все устраивает. Как раз впритык, ну, ноги немного выходят, но, в принципе, мне это не мешает. До армии осет активно занимался баскетболом. Возможно, эта игра и повлияла на рост. Но на самом деле солдату достался он от отца, который ниже его лишь на 7 сантиметров. К слову, в семье солдата все высокие. Осет, служи достойно, будь мужчиной, выполняй свой армейский долг. Мы тебя любим и ждем. Да, приезжай. В Жамбулскую область осета Абулгопаров призвался служить в армию из Алматы. До призыва он успел получить высшее образование. Отучился на теплоэнергетика. Вдруг вот после нашего эфира вам начнут письма поступать. Не знаю. Посмотрим тогда, как получится. А еще самый высокий солдат, осет Абулгопаров, превыше всего ставит честь, дружбу и армейское товарищество. Анастасия Сулейманова, Тимур Силханрус, Ланахатила, Жамбулская область, Хабар-24. На сцене театра «Астана-балет» состоялся вечер национальной хореографии, погрузивших зрителей в атмосферу путешествия по необъятной казахской степи. Культвояж далее. На новой сцене казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева состоялась премьера масштабной постановки «Кунанбай». Автором произведения выступил Талазбек Асимкулов, режиссером-постановщиком драмы, заслуженный деятель Казахстана Булат Узаков. Сделать портретный образ Кунанбая не было нашей главной задачей. Мы хотели показать его внутренние переживания и противоречия. Потому что Кунанбай был не простым человеком, а яркой личностью, стоявшей у власти. Именно так, как мы, еще никто не ставил ни один спектакль и даже не снимал кино про Кунанбая. Новая постановка «Каликини» имеет отсылок к роману Путябая Мухтара Уэсова. Спектакль создан в оригинальном стиле. Особое значение авторы придали как художественному оформлению сцены, так и музыке с яркими костюмами героев. Любой, кто услышит имя Кунанбая, сразу же может представить его в романе великого Мухтара Уэзова или же начать представлять образ праведного Кунанбая. А кто-то и вовсе может думать о нем, не выходя из рамок образовавшихся в советские времена. Наш Кунанбай – человек, который искал себя. Он – человек, искавший ответы на вопросы, которые бы задал Богу. Это человек, который не щадил того, кто не уважал традиции предков. Это человек, который был очень религиозным. На сцене театра «Астана-балет» состоялся вечер национальной хореографии, погрузивший зрителей в атмосферу путешествия по необъятной казахской степи. Вечер состоял из двух отделений. В первом был представлен одноактный балет «Жусан» в постановке хореографа Мухарама Авахри. Основой либретта стали поэтические строки образы поэта и сценариста Бахыта Каирбекова. «Жусан» называют вообще первым национальным балетом в истории нашего театра. Он рассказывает о самых светлых и темных страницах казахского народа. То есть главным прообразом, символом этого балета является трава «Жусан» – полынь, как свидетель всех тех событий, которые перенесла наша земля. Во втором отделении была представлена визитная карточка театра, концертная программа «Наследие Великой степи», которая неизменно входит в его гастрольную афишу. В ходе программы были показаны девять ярчайших номеров, среди которых состоялся примерный показ хореографической миниатюры времена года в постановке одного из ведущих в республике хореографов Айгуль Тати. «Вдохновением к этому номеру послужили стихи Абая. Хореограф переложила стихи Абая на музыку и получились танцы у каждого времени года». Музыкальное сопровождение к миниатюре исполнил этнофольклорный ансамбль «Хассак». Все номера концертной программы гармонично сочетали в себе этнографические элементы, современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию. Союз композиторов Казахстана провел концерт в Камерном зале Театра Астана-Опера. В программу мероприятия вошли камерные и вокальные сочинения казахстанских авторов. Произведения отечественных композиторов исполнили солисты оперы, талантливые инструменталисты, лауреаты международных конкурсов. Среди них оперные певцы Аян Толеген, Асем Сембина, Наргиз Сатмухамбетова, пианисты Сабина Щербакова, Дана Дуйсинбаева и Шахизада Кульсиитова. Для меня это очень важно, так как мы все за культуру Казахстана. Мы вносим вклад в культуру Казахстана и хотим, чтобы она процветала, улучшалась, развивалась. Я буду исполнять произведения Серегжана Абдинурова «Куктем». Все к тематике весны, конечно же. И произведения Тлеуаза Бисимбека «Туганжер». Артисты почтили память Еркигали Рахматиева, Газизы Жубанова и Кинеса Дусикеева. Слушатели познакомили и с сочинениями известных современных композиторов. Серегжана и Алиби Абдинуровых, Тлеугазы Бисимбека и Армана Жаима. Гостей концерта порадовало и молодое поколение авторов. Фантазию на тему «Карлыгаш» Ахмета Жубанова представила его правнучка, лауреат международных конкурсов, пианистка и композитор Карина Измайлова. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 3 апреля в Павлодарском театре драмы имени Чехова вы можете увидеть спектакль «Карабль дураков». Труппа театра «Астана-балет» готовит к показу 3-4 апреля постановку «Султан Бейбарс». 4 апреля в семье зрители драм-театра имени Достоевского смогут насладиться комедией «Ханума». Это новости, и мы работаем в прямом эфире. Железная дорога на глубине 60 метров под землей, под Сеулом и столичной провинцией пустят скоростной поезд. При строительстве подземного тоннеля применяют технологии, не имеющие аналогов в мире. Уникальные объекты увидел наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цо. Жители Сеула и столичного региона Кореи каждый день тратят 2 часа на поездки в автобусах и метро. Это почти в 5 раз больше, чем в других развитых странах. Чтобы разгрузить общественный транспорт, власти разработали проект экспресс-поезда GTX. GTX – это проект строительства железной дороги из трех веток протяженностью 80 километров каждая. Поезд свяжет Сеул с тремя городами-спутниками. Когда тоннель будет построен, примерно 77% жителей столицы и столичного региона ощутят комфорт во время поездки на работу и с работы. Южная Корея в 16 раз меньше Казахстана, а ее население, наоборот, в три раза больше. Такая плотность заставляет находить новые инфраструктурные решения. Существующие линии метро здесь проходят и под землей, и на поверхности. На высокой скорости поезда ездить не могут. Это тоже повлияло на строительство нового подземного туннеля. Экспресс-маршрут проложен по прямой, чтобы обеспечить максимальную скорость. Так как путь прямой, то неизбежно прохождение его по частной территории. Поэтому туннель строим на большой глубине. Мы используем уникальные технологии вентиляции по эвакуации, по снижению вибрации. То есть технологии самые передовые и безопасные. Также, думаю, самые лучшие технологии бурения туннелей в плане безопасности и сокращения ущерба у нас. Журналистам показали подземный туннель. Сначала нас спустили на специальном лифте, затем на машине привезли к месту, где еще не было бурения. Для прокладки туннеля используют взрывчатку. Эта работа напоминает запуск космического корабля. Сейчас мы находимся на глубине 60 метров. Вот так вот выглядит туннель будущего подземного транспорта. Высота туннеля 8 метров. Вот так вот бурят землю. Сначала делают отверстие в середине, затем пробуривают все остальное пространство. В день, в зависимости от порода, проходят от 1 до 4 метров. Похоже, подземный туннель есть в Англии. Но там железная дорога частично проходит по поверхности. А в подземке Франции скорость поезда ниже. Под Сеулом даже будет действовать связь 4G. Во избежание утечки персональных данных мы будем просматривать пассажиров по видеосвязи только для обеспечения безопасности. Wi-Fi пассажиры пользоваться не смогут, так как коммуникации будут проложены только для безопасного передвижения экспресс-поезда. Максимальная скорость поезда в подземном туннеле составит 180 км в час. Уже построено 10% первой ветки маршрута. Завершат его в конце 2023-го. Две другие ветки появятся через 5-6 лет. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. И в завершение выпуска Лувр оцифровал всю свою коллекцию и представил ее на бесплатном сайте. Почти полмиллиона произведений искусства из самого популярного художественного музея теперь можно посмотреть, не выходя из дома. Вся коллекция доступна с самого любого гаджета. Руководство музея уверено, что знакомство с фанатами в цифровом формате будет еще больше вдохновлять людей посетить Лувр. Отмечу, что онлайн-база состоит из скульптур сада Тюлери и произведений искусства, восстановленных после Второй мировой войны. И на этом все. Всего доброго и до свидания.